Ну сейчас я вам покажу, как нам сделали туалет и лампу под ключ. Смотрите, в туалете включена обычная лампочка, мерцаний в телефоне нет. Здесь у нас включена лампочка современная какая-то, вот такая. Смотрите, в телефоне какие идут волны. Туалет, оббит этими ПВХ панелями. Мы его еще не мыли, ничего не протирали. Клеил мастер на жидкие гвозди. Ушло где-то почти три, ну две с половиной, два с половиной тюбика. Это отдельная тема, как это он все делал нам, и мы уговорили не трогать потолок в туалете. Кстати, я еще потолок тоже сама тут споклевала, здесь вообще где-то три слоя тоже наложила. Короче, почему-то ему было сказано только делать потолок, выровнять надо было штукатуркой в ванне. Ой, ужас, что-то так он маркает. И в общем он в ванне все хорошо сделал, потом ему было сказано шпаклевать с цементом, цементной шпаклевкой. А он взял, сделал гипсовый. В общем, это вообще, я пришла, говорю, что вы гипсовый сделали? Он говорит, да. Я говорю, а я вам говорила цементный. Короче, он стал там обманывать. Сказал, что ладно, я потом вам цементный сделаю, второй слой. Я говорю, ну хорошо. И взял мне на мою цементную шпаклевку в туалете. Ну, у меня там, конечно, кстати, я, да, извиняюсь, мой первый объект шпаклевок был туалет. Сначала я делала туалет, ну, маленькая площадь, а потом на кухне делала. Тут, конечно, было не очень, надо было еще зачищать много в туалете. Ну, в принципе, я бы зачистила, и было бы нормально. Так он взял сам. Взял гипсом, замазал мою цементную шпаклевку. Это вообще был прикол. Я прохожу уже, зачем вы трогали? Он говорит, ну, это у вас было некрасиво. Я говорю, ну ладно. Так взял бы цементной шпаклевкой, замазал, а не своей гипсовой. Ну, потом сказал, я же закрашу потом краской, это ничего страшного. Потом я ему ставила 8 килограмм цементной шпаклевки. Ну, такой мешочек, только там было 25 килограмм, нет, 20 килограмм там было. Это гипсо, а у меня была цементная. Поставила ему эту комнату. Здесь у него были инструменты все разложены. Сюда мы ему все покупали, ложились, чтоб он все делал. Ну, здесь вот оставила один мешочек ему. И, короче, потом на следующий день прихожу, а он с утра приезжал рано, лично такой занятой. Там то у него автошкола какая-то, вождение, то еще что-то. Хотя он там уже под 50 лет, может даже 50-ка и есть. Ну, он такой молодой, худенький. И он в этот день с утра делал вот эти панели, приклеивал. И еще он в этот день с утра сделал вот этот пятачок. Ну, там не до конца, он там проходы оставлял. И был только обед. Мы приехали где-то к 12, к пол первому. Он говорит, я вот это сделал, там ПВХ обклеил. Там мы еще докупили принтусы, чтоб он приклеил. Привезли ему. И он говорит, я вам еще и гипсом, ой, цементной шпаклевкой затянул потолок. Я говорю, как это, так быстро? Говорю, что-то вы все так быстро с утра успели сделать. Говорит, а все там, все быстро. Я уже и зачистил. Я говорю, здравствуйте, а как это? Как вы могли успеть с утра положить слой цементной шпаклевки и уже так быстро ее зачистить? Она же должна там сохнуть как минимум сутки. Он говорит, все это быстро делайте, меньше читайте, что там написано на упаковке. В общем, все уже сделал мастер такой. Я вот такая прихожу, гляжу. Дети думают, моя шпаклевка. 8 килограмм стоя стола. Говорю, где она делась? Говорю, вы что, все израсходовали? Он говорит, да, все пошло. Я выкинул мусорку. А здесь у нас стояли мешки мусорные. Ну, вот такого плана. С мусором его. Были навалены там три мешка и стояли. Ну, мы тоже там свои угрузили мусор. Я говорю, ну где? Давайте мешок поищу. Стало рыться в мусоре. Говорю, где вот мешок от этой шпаклевки? Говорю, вы, наверное, сделали меня с гипса, снова второй слой. А обманываете, говорите, что сделали из цементной шпаклевки. Он стал там отнекиваться. Нет. Я все сделал правильно. Просто я уже мешок выкинул на улицу. Я говорю, ага. Он, кстати, никогда ничего за собой на улицу не выносил. Вот он, например, использовал какую-то гипсовую там, ну, короче, какую-нибудь там шпаклевку использовал. И тут все валялось. Все его пакеты, все, что он использовал. Он никогда ничего не выносил. А тут бац, и нету пакета вот именно от этой цементной шпаклевки. То, что мы ему сказали, второй слой положить из цемента как положено. Даже начальник его говорил, все, да, будет делать как положено. Он взял со мной с гипса, сделал ванную комнату, где сыр из меня разводить. Ну, не знаю. Короче, я стала говорить, ну, мы спокойно, мы не ругались, ничего. Я говорю, что вы, наверное, врете, потому что не может такого быть. Тем более, я сама уже сколько шпаклевала до этого времени. И я знаю, что цементная шпаклевка, она не может засохнуть там за 2-3 часа. И потом он ее такой, типа, затер там быстро так. Ой, короче, а он, кстати, и не отнекивался. Он такой, типа, и глаза видно, что такие трехи врут. Такой спокойный тоже, не ругался. Сказал, ну, хорошо, если вам так принципиально, я вам положу еще раз. Ой, короче, стал выкручиваться такой. Не может признаться, что он вынес эту шпаклевку или сядь домой забрал. Там было полмешка, 8 килограмм, ну, почти половина. Ой, короче, потом он нас хотел, сказал, я все сделаю. Давайте, типа, мне надо вот этот пятачок доделывать, чтоб вы не ходили там с детьми, типа, идите. Короче, стал нас выпроваживать с квартиры. Я говорю, мне надо зачищать на кухне потолок. Пошла там, стала зачищать. А мой муж с детьми там, ну, смотрел за детьми там тоже шпак делал. А он тут вот в этой комнате, эта комната у него была, пилил тут плитки всякие. Ой, короче, еще были там разные у него варианты. Как-то нас все пытался на улицу как-то все выпроводить. И хотел, наверное, тем временем, типа, сделать вид, что он еще раз там что-то нанес, какой-то второй слой. Ну, мы ни в какую, мы не уходили. Я говорю, давайте, я хочу посмотреть, как вы это будете наносить. Он говорит, ну, хорошо, сейчас при вас даже и нанесу этот слой. Пошел, говорит, давайте мне шпаклевку. Я говорю, а где вы делите шпаклевку? Говорю, 8 килограмм. Вот на ванну вполне бы хватило. 8 килограмм шпаклевки, но этот пятачок тут. Что тут шпаклевать? Тем более второй слой. Нету, я все израсходовал. Ну, думаю, ладно. Думаю, что ругаться. Дала ему еще там с новой пачки. Ну, принесли ему шпаклевку. Намешал там на глаз как-то он. И, короче, и так быстро что замазал, ну, может, просил, не знаю. Он там ложил миллиметровый слой, наверное, так. Знаете, как сопли размазал так. Ну, мы посмотрели, как он это делает. Ну, там, нам же опыт тоже надо был. Ну, нормально смазал, но этого было очень мало. Миллиметрик еще столько много осталось в ведре. А он там, не знаю, ну, допустим, два килограмма или три килограмма шпаклевки размешал и расходовал, может, только один килограмм. И потом, наверное, когда она засохла, на следующий день он этот весь один миллиметрик, что он налозил, он потом, наверное, его весь истер потом. Короче, не знаю. Ну, потом все покрасил. И вот как он сделал нам ванную комнату. Извиняюсь, что тут мргает так все. Это все из-за этой лампочки наверху. Вот тут у нас батарея новая. Кто смотрел ролик, старый мой обзор квартиры, как мы получили. Тут была такая чугунная два ребра. Машинку нам подключил. Там ничего не видно, что он там делал. Короче, полотенце-сушитель 80 сантиметров. Сначала нам вот эти квадратики. Мозаика не понравились, когда он тут первый слой положил. Ну, по красоте. А потом мы как-то привыкли. Вот так нормально смотрится. И что самое интересное, смотрите. Вот тумба у нас такая. И он шухаряво сделал. Я это видела еще, когда оставалось ему работать один день. У нас там, ну, по договору. До 11 сентября был договор. А он где-то 10... Нет, 9 даже. Я говорю, что тут такое? Такое кривое что-то. Видите как? Короче, там что-то неправильно. То ли в плитке просверлил дырку. То ли сантехники не так нам установили. Сантехники там отдельно делали всю работу. Ничего не делал по сантехнике. Ну, в смысле батарею там. Полотенце-сушитель там. Это все делал другой человек. В самом начале. А тут он что-то не так. Видите, все болтается как-то. И тут не закрутится. Видите, неправильно идет. Я говорю, что-то у вас тут такое неправильное? А он мне говорит, мастер. Ой, я там потом еще буду докручивать. Все там нормально. И так, короче, ничего не докручивал. Я про это как бы и забыла потом. Хотя потом на следующий день я вспомнила. Но думаю, ладно. Может, в принципе, начальнику напишу. Спрошу. Тут вот ровно все оно вставлено, а тут криво. Ну, короче, оно видно даже непрофессионалу, что тут что-то не то. Что-то тут. Короче, вот. Ну, короче, вот. Вот тут у нас. Все пропилил. Что-то тут. Короче, вот. Здесь был хам обычный. Ерунда вот эта. О, как он положил, смотрите, плитка. Плитку нам поломал. Может, так и надо? Не знаю. Хотя вряд ли так надо. Еще у нас был с ним спор. Я ему вот, я ж наняла, ну, наняла его. Понимаю. Ну, получается так. Он же наемный работник. Я ему говорю, вы мне тут не надо силиконом делать. Сделайте фугой. Я там в ютубе насмотрелась. Профессионалов некоторых. Ну, потому что я тоже не люблю вот эта вот силиконовая штука. А потом она чернеет. Плесень там страшная появляется. Я говорю, сделайте. Я вот попробую. Фугой замажьте. Ну, заодно опыт будет. Если она мне понравится. Я говорю, фугой. Ну, тогда потом силиконом мы сами сделаем. Он такой стал нам доказывать, что вы там насмотрелись. Ну, я говорю, я же понимаю, что можно и силиконом, но можно и фугой, в принципе. Ничего страшного. Вот, кстати, она тут как немножко отрезкать стала или что. Потом можно еще раз нанести. Второй слой. Короче, у начальника он там у своего спрашивал. Потом начальник приезжал. Сказал что-то типа под мою ответственность. Ну, я говорю, ну, конечно, почушу. Короче, замазал. Пальцем замазал. Я там в ютубе насмотрелся, там специальный такой треугольничек резиновый. И замазывают все и швы, и все, он тут пальцем замазал. Парсионал наш. Ну, пальцем тоже, может, хорошо. И здесь тоже у нас не силикон, а вот эта фуга. Здесь, я думаю, она трескаться не будет. Там, потому что он говорил мастер, что типа, вы шванну когда остановитесь, она немножко вибрирует, фуга потрескается. Ну, так да, я согласна. Ну, так это уже зависит от того, как он ванну установил. Он, кстати, мы ему говорили, чтобы он немножко втопил в эту стенку. А он там что-то звонил, говорит, может, не втапливать, может, не надо. Она и так хорошо встанет. Я говорю, ну, здрасте. Возьмите, втопите ее там. Короче, он там на пару сантиметров втопил. Ну, здесь, в принципе, ему ванну уже никто шатать не будет. Ну, вот так вот у нас фугой заделаны. Тоже пальцем замазал. Короче, вот такие дела. Тут какие-то вешалки мы не по дизайну купили. Какие-то деревянные фикс прайсы. Здесь как-то откручивать надо. Этикетки прикручены как-то. Это Китай делает так. Как вынуть этикетку? И, кстати, наш мастер прикрутил их вместе вот с этой упаковкой. Мы потом уже упаковку оттирали. Даже не додумался снять этикетку. А здесь вообще был прикол. Вот эти вот... Как это называется? Не знаю. Штучки вот эти кругленькие. На них была тоже этикетка синего цвета. И она так очень хорошо была плотно приделана, что даже вот... Короче, наш мастер вставил вот эти кольца вместе с этой синей этикеткой. И мы потом пальцем ковырали и не могли даже эту синюю этикетку снять. Я говорю, что вы не могли снять? Он говорит, что я еще время буду тратить снимать. Типа, это моя работа. Типа, я должна приезжать ему снимать синие этикетки. Ну, потом я говорю, возьмите, ну, снимите сами, потому что... Ну, он там тоже пальцем попробовал, что не снимается, короче. Потом снял, как-то не знаю. Короче, чудо-юдо. Профессионал не может даже снять сам. Короче, вот такие чудеса. Ну, и тут плитка напала такая. Может, тут даже ничего не выглядит, потому что... Потому что все, грязь и пыль. Вот такая у нас вышла ванна под ключ. Туалет. Горячей воды еще нету, поэтому... Не знаю, еще не пробовали даже не мыться, ничего. И, кстати, мы еще купили эту... Сушить белье тут. Первый раз купили какую-то некрасивую, китайская, квадратная какая-то. Ну, натягиваются как-то. Даже мастер говорит, что-то вы купили не то, поменяйте. В общем, мы купили другую, какую-то польскую натяжку. И он, кстати, должен к нам прийти, еще розетки будет вставлять вот эти. Они же по всему дому так и торчат. Он менял вот эти все розетки. И переносил вниз его включатель. Сказал, что, типа, когда будет поклеить, позовете, я приду и вставлю розетки. И новое поставить. Это же вот от застройщика. Так вот, он должен еще вот это. Все розетки по всей квартире поменять. И тут вот лампочку мы купили. Тоже такую похожую. Не, не такую квадратную. Не, мы другой слакон какой-то круглый купили. Он должен что-то поменять тоже нам. Надеюсь, он не забыл еще об этом. Ну и тут Ваня может прикрутит нам сушить белье. А еще я вам забыл рассказать про прикол с мастером. Вот, про эти три плитки мозаичные. Короче, в один прекрасный день, утром, он нам звонит и говорит, что не хватает трех вот таких плиток мозаичных. Типа, кто вам там считал, нам надо еще. Короче, едьте, покупайте три плитки. А мы покупали в керамине. И нам там дизайнер все раскинула по стенке. Ну, на компьютере. Ну и положила плиток. Ну, он сказал, сколько купить там. Мы купили. Ну, мы поехали, купили. Потом мы еще, кстати, ездили вот за этими плитками. Шесть штук ему тоже не хватало. Ну, не знаю. Ладно, еще эти плитки. Но этих, не знаю, как-то не хватило. Думаю, ладно, съездили, купили. Потом. Когда мастер уже уехал. На следующий день. Вот тут были эксперименты у него. Он еще забрал. Тут мусора столько было песка. И вот тут вот стояли эти. Гипсокартон стоял. Который он вынимал с туалета. Вот этот. Потому что там была стенка кривая. Он его вынимал. И заново по-новому устанавливал. Ну и короче, здесь стоял гипсокартон. Я стал еще убирать. Заглядываю. Поднимаю. А там стоят три плитки. Мозаичные. Я думаю, что они стоят. Ему ж не хватало. Так вот, оказывается, он, наверное, поставил что-то туда. Три плитки. Каким-то образом. Потом, возможно, когда делал туалет, заставил гипсокартоном. И потом ему, соответственно, не хватило плиток. Или второй вариант. Он их потом, когда мне позвонил, потом он их, может быть, обнаружил три плитки. Что где-то они валялись у него в хламе. И потом он их взял и спрятал за гипсокартоном. Чтоб мы не видели. Хотя первый вариант, наверное, скорее всего, более вероятен. Потом мы позвонили начальнику. Нет. Вайбер написали. Начальник молодой такой. Продвинутый. Объяснились только, что что-то неприятное. То он там с этим... С потолками там что-то мудрит. Выкинул, наверное, или вынес себе шпаклевку. То теперь с плитками с этими мозаичными. Ну, короче, он нам деньги выслал. Сколько стоили вот эти три плитки. Потому что магазин не принимает по три плитки. Он принимает только коробками. В коробке 15 плиток. Вот это он может принять обратно. А по три плитки уже не берет. Поэтому... Ну, короче, он нам выслал на карту деньги. А, кстати, начальник еще за то, что у нас его мастер обдурил с потолком. Мы там его заставляли переделывать цементной шпаклевкой. Он нам якобы снизил цену за весь этот ремонт. Типа 20 долларов за ущерб моральный. А если кому интересно, делали мы у ИП лебедь строй. В принципе, нормально, но немножко с нервотропкой. И мастер все время. Минусы мастера. Мастер все время когда-то торопился. То у него какие-то там дела, то работа. Ну понятно. Ну что ты торопишься? То есть приехал работать, так работай. Вот обманывал, хитрил с этим потолком. И вообще не послушался. Ему сказали сделать два слоя цементной шпаклевки. Я ему взял специально гипсовую нанес. Короче, делает как ему удобно. Наверное, потому что гипсовая более эластичная и хорошо ложится. Но он это аргументировал тем, что, типа, потом оно покрасится. И, типа, какая разница. Влага, типа, будет. Она же не пройдет через краску. И, типа, чего там этот гипс будет в воду набирать. Не знаю. Ну, во влажном помещении как-то рисковать. А где-то вдруг краска не доложится. Еще что-то. Микротрещина какая-то. И что это? Гипс будет потом не в воду набирать? Не знаю. Ну, короче, гарантия. Один год, по-моему. Их ванной. Их услуг. Что они там сделали? Короче, если потолок за год не испортится, значит, нормально. Субтитры покупал DimaTorzok Насколько за год не испортится. Субтитры покупал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин